Перед поколением победителей современники в неоплатном долгу. В Алданском районе живут четыре человека, прошедшие путь по линии огня к Великой Победе. В чествовании участников Второй мировой войны Александра Кашкарева присоединилась к нашим коллегам. Этот фотоальбом Людмила Кашкарева достает часто. Он хранит самые дорогие семейные снимки. Людмила Яковлевна с мужем Александром Кузьмичом порой подолгу вспоминают юность. Детство Людмилы прошло на берегу Ангары. Когда началась война, ей было 10 лет. Тяготы, лишения и тяжелый труд женщина и сегодня помнит отчетливо. Я с 43-го года, мне как 12 лет в апреле исполнилось, работала уже с 12 лет. Работала я на железной дороге, у них подсобное хозяйство было, работать было некому. Мы 6 месяцев учились, 6 месяцев работали. Александр Кузьмич – участник Второй мировой войны. На фронт он отправился в 45-м. Ему тогда едва исполнилось 17. После завершения Великой Отечественной их полк перебросили на восток. О войне вспоминать не любит. Даже спустя 7 десятков лет думать о прошлом тяжело. Я в зенитном полку служил. Во время в Японии мы стояли на границе между Китаем и Манчжурией. В первые дни мая в доме Кашкарёвых часто бывают гости. С наступающим праздником Победы ветеранов войны и тыла традиционно поздравляют представители власти, сотрудники судзащиты, члены Совета ветеранов и общественных организаций. В знак безграничного уважения гости вручают Александру Кузьмичу и Людмиле Яковлевне цветы и подарки. Бесценными же являются сердечные пожелания сил, здоровья и бодрости. Ну а что пожелать? Пожелать особенно мужчин, мальчикам, чтобы так же берегли свою родину. Александр Кузьмич и Людмила Яковлевна вместе 66 лет. Александр Кузьмич четверть века отработал в школе, вел у мальчиков труды. Людмила Яковлевна всю жизнь отдала процнабу. Супруги Кашкарёвы считают свою семью богатой. У них четверо внуков и пять правнуков, а два месяца назад появился праправнук. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.